За ВДВ, за сильную Россию свободно. Да, кстати, сегодня 2 августа, это ведь день ВДВ. Сегодня опять, видимо, по России купаются в фонтанах, бухают и бьют бутылки об голову. Томсо, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к русским людям, есть ли у тебя ненависть к ним? Может ли быть дружба между нашими народами? Добрый вечер, Хук. К русским людям я отношусь абсолютно нормально, так же, как и к любым другим людям, как и к китайцам или испанцам. Я не имею каких-то националистических убеждений, чтобы судить о людях из-за их принадлежности к определенному народу. Поэтому просто к обычным русским людям у меня нормальное отношение. И может ли быть дружба? Да, конечно, может. Конечно, может. Томсо, правильно ли называть Чеченью Ичкерией? Ведь Ичкерицы это лишь один из тукомов, а нация у нас называется Чеченцей, так и государство должно называться Чеченье, не так ли? Нет, это не так, мы не можем сейчас. Ну, в смысле, можем иметь какие-то мнения, там, это другое дело. Но Чеченская республика Ичкерия, это как бы состоявшийся факт, это не кто-то там один провозгласил, это не так, как Кадыров там захотел что-то и сам сделал. Нет, это у нас народ принял такое решение, и оно было принято тогда просто, чтобы, так как Россия внесла Чеченскую республику в свой состав, и чтобы как бы отличаться от этого, было, ну, тогда подумали, решили добавить это слово Ичкерия, чтобы как бы от них отличаться. И можно ли от этого уйти, например, в будущем убрать это слово. Если наш народ так решит, то никаких проблем, конечно, мы можем это все пересматривать, и как хотим на самом деле себя называть, это наше право, но это именно право народа, это не один человек, там, не ты и не я должны это делать. Вот когда наш парламент проголосует за это, поднимет там кто-нибудь вопрос, допустим, этот вопрос будет поддержан всеми, и если, например, захотят убрать это слово Ичкерия, оставить только Чеченская республика Чечения, Чечня, там, да никаких проблем, это все как бы в наших, в наших правах. Но, что, Томсо, если ты действительно за Ичкерию, то хотя бы один раз поставь рядом с собой флаг Ичкерии, если тебе не западло это сделать. Ну, когда я посчитаю нужным это сделать, без проблем, и флаг поставлю, пока я не нахожу в этом необходимости. Томсо, возможно ли государство Кавказа, объединив все республики к Кавказам, и, по-твоему, что лучше, общие государства или каждый своей дорогой? Возможно ли такое теоретически, гипотетически, да? Возможно ли это реально сегодня? Нет. Невозможно. И мы увидели, что это невозможно на примере вот этих вот знаков, переставленных там где-то на границе Дагестана, Чеченской, где-то в Кизляре там, да? Мы увидели это на границе с Ингушетией. Мы увидели, что мы вообще далеки от каких-то разговоров в общем каком-то государстве, в объединении. Поэтому в теории, конечно, это как бы очень хорошая такая теория, мысль, такая идея, очень хорошая, классная. Но сегодня воплотить ее в жизнь, это нет, нереально. Поэтому сейчас нам бы хотя бы каждый своей дорогой смог бы пойти, это было бы круто. Павел, приветствую, Тумсо. Ты гордый боец Ичкерии. Расскажи, что знаешь о братьях-генералах Адама Делимханова, кем они были до Кадырова. Они тоже людей пытают? Да, конечно, людей там все пытают, все, кто в этой системе. Его братья, я думаю, что до Кадырова они были никем, скорее всего, и звали их тогда никак. Сам Адам Делимханов был водителем у Салмана Радуева. И по той информации, которой я владею, в аресте, в пленении Салмана Радуева, именно он сыграл ключевую роль. То есть он предал Салмана Радуева, сдал его российским спецслужбам. В результате чего он был пленен. Ну, а дальше вы знаете, он умер в российской тюрьме. Он был запытан до смерти. Поэтому в прошлом, если взять недавнее прошлое, 90-е годы, и посмотреть вот все те, кто сейчас находится в этой Кадыровской иерархии власти, если посмотреть, кем они были в 90-е, то 99% из них, они были никем. Это просто какие-то водители, там, сантехники, сапожники, наркоманы, те, кто выращивали там коноплю, продавали. Есть такие вот непонятные просто вот никто люди. Подобные люди, вот они сейчас в основном в Кадыровской иерархии. И нет-нет, там есть такие элементы, иногда мы их видим, как, например, Шаат Урлаев, который был телохранителем у Масхадова, тот же Магомед Ханбиев, который был, тоже был приближенным у Масхадова. Ну и еще там можно нескольких, наверное, назвать в этой теме. Но так их очень мало, таких людей их очень мало. В основном это те люди, которые не были вообще никем. И если мы, вот обратите внимание на тех людей, которые были при Масхадове, вообще при Ичкерии, они особого какого-то статуса там, или какой-то властной позиции не занимают в Кадыровской иерархии. Те люди, которые занимают там какие-то властные посты, это вот те, кто вообще не был никем. Возьмите там того же, например, этого Даудова, допустим. Кто он был при Ичкерии? Никто. Вообще просто не было этого человека, он никто. Возьмите там этого Усмаева, допустим. Кем он был? Никем. И так любого, любую позицию. Возьмите министров, возьмите глав районов, там Хучиева, например, возьмите. Кем был Хучиев в 90-е? Да никем. Никем они не были. Тумсо, что ты думаешь об Кадырове как личность? Слушай, Балат, я вот об нем, как об личности. Я думаю, что эта личность вот прям очень мерзкая, очень ничтожная, с такой предательской сущностью, такая личность, не имеющая ни мнения, ни флага, ничего. Бывает такой просто омерзительный человек. Омерзительный. Тумсо, братуха, когда наступит время, когда вы с Кадыровым простите друг друга и помиритесь? Наверное, никогда, Хаджимурад Рамазанов. В Стокгольме существуют нелегальные резидентуры Главного разведывательного управления РФ и службы внешней разведки РФ. Я не знаю. Ну, официально наверняка их нет, но есть посольство Российской Федерации, ты можешь его считать вот тем самым логовом российской разведки. Человек с ником Паскуда написал «Салам алейкум», слышал про ситуацию в Хабаровске «Ва алейкум асалам». Конечно, про Хабаровск не слышат сейчас, может, только мертвый, наверное. Но круто на самом деле то, что там происходит, то, что люди реально уже сколько, три, по-моему, недели, да, они протестуют, и масштабы этого протеста, они не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Туда еще с соседних всяких регионов, городов приезжают люди, поддерживают всякие знаменитости, даже такие, как, например, как его ютубер, забыл его фамилию, Наливкин, Наливкин даже приехал, причем в своем этом образе приехал, такой в костюме с галстуком, и типа я вот пообщаться с хабаровчанами. На самом деле это круто, и это хороший такой пример для остальных регионов. И вы заметили, как хабаровские с ними никак не борются. Вот сейчас там начинают потихоньку, да, этого водителя бургал-мобиля, ну, это автобус такой, короче, его посадили, по-моему, 8 суток, и это, по-моему, единственное задержание там, потому что огромное количество людей. А, например, в Питере, когда сегодня, по-моему, выходили в поддержку хабаровчан, там были жесткие задержания, очень многих людей задержали. Чем больше людей выйдет, тем меньше шансов на то, что их будут задерживать или как-то с ними бороться. Поэтому это хороший, конечно, пример. Мы желаем удачи хабаровчанам, да и вообще в целом россиянам в их борьбе против этой преступной власти. Здесь, как бы, можно пожелать только удачи, ничем иначе помочь не можем, к сожалению. Слышал, как Шнура встретили в Хабаровске. Насчет встретили-то, ладно, это. Меня прикололо, как он сделал интервью с этим новым губернатором, и он задает ему там вопрос, если, вот, говорит, будет три мнения, мнение, значит, Путина, мнение Жириновского и мнение хабаровчан, какое будет для вас, говорит, типа, более важное мнение? И тот говорит, а все эти три мнения, говорит, они ничем не отличаются, то, думаю, мол, не противоречат. И тот такой, бывает, от этого ответа даже тот в шоке. Нет, на самом деле, это, конечно, смешно, все, что там происходит.